Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Информ в студии Наталья Хохлова-Покровская. А в гостях у меня сегодня Евгений Женин, киновед, кинокритик, заслуженный работник культуры Украины, член Национального совета кинематографистов Украины. Собственно говоря, хорошо вам известный и частый мой гость. И гость Одессы, гость театральной Одессы, заслуженный деятель искусств Украины, зав. литературно-драматической и информационно-аналитической частями Национального академического театра русской драмы имени Лесси-Украинки Борис Александрович Курицын. А еще Борис Александрович Курицын, театральный критик. Когда-то психолог Выгодский сказал такую замечательную фразу «Критик, организатор последствий искусства». А, как, да? Ну что-то в этом есть, наверное. Что-то в этом есть. Сейчас мы о последствиях искусства и поговорим. Я хочу начать вот с чего. Мы счастливые люди сегодня. Вот втроем, почему-то я когда, вот предварительная была беседа, каждый из нас на своем поприще застал замечательный период, когда было взаимодействие, когда был роман с театром. У меня на телевидении были все практически небожители, потому что тогда Санкт-Петербург сегодняшний, да, Ленинград, Москва, Рига, Львов, конечно, стремились в Одессу летом. Я видела все спектакли. Женя, Романски на студии, и обожали работать, да? Да, Женщика. И больше того, вот как раз то, о чем ты говоришь. Володя Наумцев, светлая ему память, очень часто повторял фразу, я ее помню всегда. Старик, мы с тобой безнадежно испорчены хорошим театром. Вот. Факт. А уж о вас говорить вот сейчас и будем, собственно говоря. Начнем с того, что у вас среда изначально была, да? Прадед был оперный певец. Да. Дед не очень любил театр, но при этом заказывал ложу для жены и дочерей. Да, это правда. То есть семья все равно, и всем всем питались. А ты десетов ничего не утаишь. Да. И начали вы свой театральный роман с мебельщика-реквизитора. Нет, неправда. Свой театральный роман я начал в шесть лет с оперы Кармен. А, ну извините, пожалуйста, это у вас уже, это уже такое личное вы раскрываете нам. Но я имею в виду, что практически все профессии театральные вам знакомы, вплоть до того, что и в суфлерской будочке вы тоже посидели. Да. А дальше встречи. А дальше встречи, вот то, о чем я и говорила, которые формируют, да, эта среда. Да. Ну, вот первое, что мне бросилось в глаза, когда я просматривала, вот небожители. Это Сергей Владимирович Бросцов. Вы писали об этом. И у вас есть, вот для любопытствующих можно найти все ваши встречи, интервью и ваши ощущения, все ваши эмоции. Дальше Зиновий Герд. Да. Тоже Стуруа. Да. Ну, то есть, кого там только, вот для любопытствующих. Чтобы это только не выглядело, знаете, я и великие. Нет, так оно так и есть. Но ведь эти же встречи формировали и вкус, и отношение к театру, и отношение к актеру, и к каждой профессии театральной. Потому что там же каждый, в общем, вы же выписывали за ними просто цитаты, а я за вами выписывала все потом эти цитаты, да. Талант – это умение удивляться, чему хотите. Прыгнула лягушка, видеть, а другие не увидели. Это Сергей Образцов, да. Спектакль должен воздействовать на зрителя. С ним должно что-то происходить. Вот же она, формула, да. С ним должно что-то происходить, когда он вышел из театра. Потом, когда вы встретились с Гердом, там вообще, кстати, о вашей будущей профессии. Для театрального критика или рецензента, как говорили в старину, первоосновой является любовь к театру, приверженность к режиссеру или актеру. А вы знаете, что меня потрясло в Зинове Ефимовиче, ну, то, что он действительно море обаяния и энергетика такая, что ты просто стал перед ним и балдел от того, что ты просто рядом стоишь. Но меня потрясло, когда он сказал, что однажды на гастролях он вышел из гостиницы, купил газету. И в ней о нем было написано такое, что он ужаснулся. Я говорю, ну, а чему вы ужаснули, что так плохо было написано? Нет, он говорит, я увидел пропасть между тем, что обо мне написали, и тем, что я сам о себе думали. И я тогда был потрясен, потому что он один из немногих действительно знатных, выдающих, ну, то есть можно назвать много эпитетов, актеров, которые это ощущали, которые это понимали и никогда не выдавали желаемое за действительное. И тогда, вот я всегда говорю, в чем разница между сегодняшними, так называемыми, медийными лицами и тогдашними. А она очень простая. Тогда были кумиры. А сегодня звезды назначены. Ну, конечно, ну, если звезда сошла с экрана, они забыли до свидания. Кумиров не забывают. Кумиров помнят всегда. Кумиров любят, кумиров обожают. Ну, тут есть еще и обратная сторона медали, потому что если на кумиров обижаются, и они что-то такое сделали не то, то страшно попадать в такую ситуацию. Но кумиры никогда не рассказывают о цвете своих трусов. Кумиры никогда не выдают свои какие-то сокровенные тайны. И поэтому сегодня, когда, допустим, обращается кто-то из журналистов, а вот расскажите там вот о ваших корифеях, вот закулисной истории. Я какие-то истории рассказываю, ну, из того, что я знаю, естественно. А вот личные же. Я говорю, личные — это их. У них спротив. Ну, их же сейчас нет. Я говорю, ну, подождите, лет через пятьдесят-сто. А каждый с ними рядом спросит. Ну, есть тому и объяснение, кстати сказать. Вот вместо кумиров сегодня термин «звезда сериала». Завтра этот сериал все забудут, как кошмарный сон. Исполнитель перестанет быть звездой сериала, он будет никому не интересен. Поэтому сейчас пытаются все вытаскивать, всю эту желтизну, и всю эту грязь на потребу, сию секундно. Ну, вполне возможно, да. А в великое и высокое уходит. Зиновий Герц сказал, только одержимые люди могут посвятить себя искусству. Кстати, в первую очередь это касается таких театральных профессий, как театральный администратор и театральный критик. Почему вы выбрали? Почему вы ушли вот в эту стезю? Да, имея, так сказать, все профессии. Объяснить это очень легко. Да. Как любой человек, увлеченный театром, кинематографом, я, естественно, мечтал о карьере актера. Ну, в крайнем случае режиссера. Но у нас дома были очень здоровые мозги у всех. И когда мне объяснили, что для этого надо это, это, это и вот это, а у меня многого из этого не было и быть не могло, да, то я понял, что, конечно, украинскую мову посты задних мне не нравятся. Я буду заниматься просто своим делом, и тогда да. А в театральную критику я попал случайно, на самом деле. Я провалился, я поступал на режиссуру к Сергею Владимировичу Данченко, совершенно потрясающему человеку, замечательному режиссеру, на то время художественному, ну, нет, тогда я называл главный режиссер театра имени Ивана Франко. И он был крайне удивлен, что я написал достаточно внятную работу, когда, а работа-то зашифрованная, когда он расшифровал, видимо, это ты? Я говорю, да. Ну, ладно. Проводился я на истории, на истории СССР. И по совету педагога с актерского курса, она говорит, а чего бы тебе не пойти на театральную критику? Режиссурой ты всегда успеешь заняться. И она меня как-то так закрутила, завертела. Это было интересно. Я благодаря обучению в институте, теперь это университет, там я Карпенко-Карова, я тогда, ну, у меня были сумасшедшие знакомства с актерами, с режиссерами, вот действительно, с теми кумирами, которым я никогда бы не подошел близко. И я уже не говорил о кумирах театра «Лойте Украинки», там же был цветник. Более того, это были 80-е годы, к этому времени нынешний худрук Михаил Редникович, это был один из лучших режиссеров страны. Более того, в 70-е годы, еще в начале 80-х этот театр очень высоко котировался, у него хотели попасть, у него стремились попасть, работать, понимаете. И старые актеры меня научили каким-то элементом этики театральной. И тот же Редникович, который, ну, он и сейчас дикий работоголик, просто невероятный, он может репетировать параллельно два спектакля. Вот недавно вышел спектакль в его постановке «Фальшивая нота». Он его репетировал параллельно с другим спектаклем. Спектакль получился удивительный. Спектакль получился, знаете, одна моя знакомая мне в смс-ке после спектакля написала, что у меня сначала остановилось сердце, потом я взял от себя в руки и еле-еле досмотрел спектакль. То есть он имел такое влияние национальное. Что-то должно происходить. То, что, да. Я называю те имена, которые, как мне показалось, я не назвала еще «Стуруа», да, я не назвала еще «Некрошиус». Потом «Стуруа» — это отдельный разговор, он замечательный совершенно. Человек очень смешной бывает, и он очень открытый такой человек. И он в этой своей открытости очень мудрый. Нет, он необычайно мудрый. Но вы знаете, я его однажды спросил, я был на премьере «Короля Лира», где было сделано фантастическое сценографическое решение, когда их потрясающий, золотой, хрустальный залп на сцену уходили ложи. И по мере того, как они... После «Короля Лира» его прозвали Кассандрой. Да, вот я его, собственно говоря, так и назвал. Потому что сгорел летят. Я говорю, батон, Роберт, а вы не боитесь, что вы стали Кассандрой? Он говорит, я об этом не думал. Это, наверное, все-таки художник. Я не знаю каким-то... Не знаю, чем он там считывает какую-то космическую информацию, да? Вот настоящие художники. Но я перечисляю опять-таки тех, кто... Как мне было интересно, наверное, все это, все, что я успела прочитать. А вот вы как считаете, кто вас больше всего сформировал? Вот в этой среде, ну, я же говорю, сплошные небожители. Или кто большее влияние? Знаете... Нет, ну, у меня есть такие имена. Во-первых, конечно же, это моя мама. Ну, в чем с этого? Потому что если бы она... Она мне ничего не прививала, на самом деле. Она просто меня брала за руку. Меня не с кем было оставлять. Она говорила, сегодня мы идем смотреть спектакль, который тебе будет неинтересен. Поэтому сиди, пожалуйста, тихо. А я тебе потом все расскажу. Но потом меня действительно сформировала Замечательная актриса Евгения Нолана Апалова. Актриса Трагефарского дарования с очень трагической судьбой. Вот мы сейчас с телекомпанией «Глаз» делаем большой фильм о ней. А, конечно же, меня сформировал тот же Михаил Ильич Редникович. Потому что я был на... Ну, как бы, когда я уже мог ходить в театр, попадать за кулисью, я был на всех его репетициях. А это хорошая школа. Он ученик Товстоногова, и это очень хорошая была школа. А, конечно же, меня сформировал человек, которого я никогда не видел. Это Леонид Ильич Варпаховский. Об этом была написана книга. Уникальный человек, ученик Станиславского Вахтангова Мерхольда, человек, который, невзирая на то, что он обнаружил в архиве Мерхольда жуткую характеристику на себя, подписанную Мерхольдом, он был фантастическим бойцом, борцом за то, чтобы вернуть имя Мерхольда к жизни, за то, чтобы это имя не погибло. И, собственно говоря, благодаря ему, потом Гладкову, потом Рудницкому, Константин Злазичу, это могло произойти. А книгу мы имеем благодаря тому, что вы растянули связки. Именно поэтому вы сели и написали по совету близких своих коллег и друзей. Ну, это уже какая интимная подробность. Да, но тем не менее, почему? Нет, ну вот если бы Евгений Минулова меня тогда не влюбила в этого человека, в этого режиссера, а он действительно был уникальный человек. Он был, во-первых, он был очень интересный человек, как рассказывают очевидцы, причем, вы знаете, уникален он был еще и тем, что я не знаю второго режиссера, о котором актеры, которые между собой, мягко говоря, в не очень хороших отношениях, отзывались одинаково восторженно. Я не знаю второго режиссера, который бы вот еще до, извините, закона об украинском языке просил актеров театра Франко разговаривать с ним на украинском языке. Мне это рассказала Юлия Семеновна Ткаченко, которая играла одну из главных ролей в «Оптимистической трагедии». Она говорит, я подошла к нему и перешла на русский язык. Он меня остановил и говорит, нет, нет, пожалуйста, говорите со мной по-украински, потому что, во-первых, я понимаю, а во-вторых, язык-то интересного. Вот смотрите, по-русски сказать предатель. Спокойно, никаких проблем. Предатель, предатель. По-украински сказать, тот же слово предатель, зрадник. Как бы вы ни сказали, оно стреляет. Конечно. Ну и здесь еще и лингвистика, да, буквы. Да, да, конечно. Конечно. Хорошо, у вас была еще замечательная, школа, когда вы были на практике у Марка Захарова в Линкоме. Господи. Понятно. Хорошо. Надо быть готовым к тому, что вы все знаете. Я предупреждал. Нет, действительно. А я был у Марка Анатольевича Захарова на практике. Это была моя такая наглость. Интересно. Да, потому что, ну, в общем-то, театр тогда был необычайно любим публикой, то есть попасть было нереально оттуда на спектакли, но он был в опале у власти. И Марк Анатольевич достаточно аккуратно относился к посторонним. Но как-то так он меня впустил, и там был такой замечательный его помощник по литературной части и ассистент в режиссуре Юрий Акач Махаев, который был занят тогда с Марком Анатольевичем, поэтому он меня втолкнул влечать и сказал, ну, типа, занимайся чем хочешь. А занимайся чем хочешь, я уже... Я тогда познакомился с одесситом же, Аля Гаронычем Шенцесом, потрясающим, замечательным. А перед этим я был уже знакомый в очень таких теплых отношениях с другим одесситом, Львовичем Боровским. Ну, он как бы одессито-киевлянин, он родился в Одессе, а потом они переехали в Киев, и он жил в Киеве и был главным художником театра имени Леси Украинки. И так получилось, что он начал свою творческую деятельность в театре Леси Украинки и через 50 лет закончил. Он последний свой спектакль сделал в театре Леси Украинки. А то он из Таганки возвращался уже? А? Из Таганки возвращался в Киев? Нет, он, работая на Таганки, он параллельно выезжал из-за рубежа и в Киев стал в спектакль. Кстати говоря, достаточно много он сделал в спектакле с Михайловичем Резниковичем. И, кроме всего прочего, он же ушел в Таганки. И они очень сильно повздорились с Любимым. И он ушел с Таганки. И он последний свой спектакль сделал в театре Леси Украинки. Это был спектакль в постановке Резниковича. Дон Кихот, 1938. Кстати говоря, он же тогда и Резниковичу предложил это название и сказал, что он не будет ставить эту вещь. То есть это же уже была пьеса Булгакова. Если они не найдут ход, потому что эта пьеса никогда никому не удавалась, она всегда провалилась. Она была написана в 1940 году для театра Вахтангова. Ну, в общем-то, как бы не произошла. И тогда они пошли другим ходом. Они пошли через то, что мы нашли очень много материалов, ну, не притянутых за уши, а реально подтверждающих то, что у Сервантеса и у Булгакова в их биографии было очень много общего. То есть и через вот этот... И через вот эту вот трагедию двух художников, через трагедию Булгакова Резникович выстроил этот спектакль. Причем зритель иногда говорил, что они были... Ну, как бы они шли на Дон Кихот. Что такое Дон Кихот, да? А ведь роман-то прошел разные стадии. Он был написан как сатира, как комедия, да? Как сатира на бульварные романы, а в результате стал обличительным романом. А в результате он стал еще страшнее. Женечка, что ты? Просто вот мы говорили и Таганка, и Театр Леси Украинки. Сейчас любопытное противопоставление. Совсем недавно ты наверняка читала Апексимова, выбросила практически чуть ли не весь Таганковский архив. Ну, тут такой вопрос, знаете, потому что мне странно, что писали это люди, которые могли совершенно спокойно его забрать. Ну, они вот это писал Мимкин, по-моему, или нет? Да? Это не Мимкин писал, я не помню. Нет, это не Саша Мимкин. А в то же самое время, в Театре Леси Украинки, год назад, вот, когда мы приезжали, и Борис Александрович показал, Борис, вот пространство Боровского. Ну, это мы много лет назад. Музей Боровского в Театре Леси Украинки. Наташа, чтобы я так был здоров, это такая фантастика, это действительно попадаешь в голографическое, космическое пространство. И ощущение того, что вот как в Ленинграде, в доме на Мойке, значит, ощущение, что вот сейчас выйдет Жуковский и вынесет очередной бюллетень из состояния Пушкина. Вот такое же ощущение, что сейчас Боровский что-то новое скажет, что-то он придумает, что-то доделает. Я не знаю, как это удалось сделать, но год прошел, а впечатление мощнейшее. И еще при жизни Давида Львовича Редникович хотел сделать какую-то такую вот экспозицию в угол. Ну, мы как-то так проваландали это дело, да и сам Давид очень к этим вещам относился напряженно. Но когда Давида не стало, то стало понятно, что это надо сделать. И у нас работает замечательный художник Алена Дробная, которую, в общем-то, Давид как бы благословил в это дело, потому что он делал сценографическое решение для Дон Кихота, а она делала замечательные костюмы для этого спектакля. Молодой художник, это были фактически первые шаги на такой сцене, в таком театре, да еще рядом с Боровским, который, будем так говорить, не очень-то добрый был. То есть он был адекватный, абсолютно радушный человек, он помогал, но он, если бы что-то было не так, он бы моментально это прекратил бы. И вот Алена Редникович, моя коллега Наташа Филипченко, я, все службы, все цеха с таким удовольствием, таким наслаждением это делали. И когда уже на открытие мы сделали фестиваль Давида Боровского, и на открытие этого пространства приехала его вдова Марина, Саша, сын приехал, приехали актеры, которые работали с Давидом, они были потрясены. Знаете, насколько это важно, наверное, вот сейчас зрители слушают, ну, хорошо открыли, насколько это важно, в принципе, когда сохраняется традиция в театре? Живая. Главное, чтобы она была живая, чтобы она не была покрыта пылью, потому что традиции разные. Есть традиции, которые тянут нас обратно, а есть традиции, которые нам помогают выходить вперед и достигать какие-то цели, потому что, понимаете, ну, есть вещи, которые непреложны. Ну, например, когда-то Евгений Малуна Апалова, ну, я был малой, извините, большим разумом не обладал, он нашел спектакль, я не буду называть его, он имел еще одно название, нецензурное, а по пьесе Анатолия Сафронова, и я подсел к ней за кулисами и говорю, Евгений Малуна, ну, смотрите, ну, жуткий же спектакль, а зритель как принимает? Евгений Малуна, который у нас были нежнейшие отношения, вдруг превратилась в Мегеру, повернула ко мне голову и сказала, запомни раз и навсегда, актеру, участвующему в спектакле, плохо, говорите, спектакль, возбраняется. Я отпал просто от нее, потому что, во-первых, я понял, что я сделал, во-вторых, это действительно было так. Урок? Урок. Раз и навсегда. Все, это вот те метки, это та среда, это те метки, фразы вот этих всех великих, я же говорю, небожителей, которые, так сказать, являются вот этой средой, в которой взращивается. При том, что она прекрасно понимала цену этого спектакла, но она была профессионалом, она работала в этом спектакле, поэтому она должна была делать все от А до Я. Да, Жечка. В Одессе, в одном одесском театре, совершенно конкретном, не в ТЮЗе, сразу говорю, к ТЮЗу у меня особо любит, был спектакль далеко не самый удачный, и там была занята замечательная актриса, светлая память Наташа Дубровская. Да, Наташенька, да. И пьеса была, честно говоря, не важнецкая, и спектакль был крайне неудачный. Я ее после спектакля спросил, я говорю, Наташа, объясни мне, пожалуйста, зачем ты согласилась здесь участвовать? Она говорит, ты помнишь, там есть сцена в спектакле, где я говорю, боже мой, какая грязь, какое дерьмо, куда я должна влезать? Вот ради этого, чтобы сказать все, что я думаю, я и вышла играть. Мы прервемся сейчас буквально на несколько минут, а дальше, дальше будут более серьезные вопросы, касающиеся театра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова